Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать такой интересный элемент одежды, а именно корсетный пояс. Меня попросили показать, как рисовать шнуровку, и мне показалось, что это будет актуальное изделие, на котором это можно будет показать. Я беру мой шаблон и его корректирую. Мне не понадобятся у него ни ручки, ни ножки. И я их могу смело удалить. Мне понравится только стан. Соответственно, вот мой стан. Поскольку я буду рисовать нижнее белье, позволю себе такую вольность и сделаю его покрупнее, чтобы было лучше видно. У меня есть правило. Я люблю, когда все эскизы одного размера. Но вот в случае нижнего белья и мелких деталей я себе позволяю рисовать эскизы крупнее. То есть, вот это для комплектности полезно, когда все одного размера. Поэтому имейте это в виду. Так, блокируем слой. Теперь берем инструмент «Перышко черного цвета без пунктира». Слой, на котором шаблон заблокировала. Новый создала. Скачать шаблоны можно у меня на сайте. Ссылочку оставляю под этим видео. Пожалуйста, скачивайте. Есть бесплатные шаблоны. Вот это относится к бесплатному. Есть платные с разными типами фигур. Мужские, женские, детские. Посмотрите. Я уверена, что вы найдете что-то актуальное для себя. Так, рисовать буду половинку. Соответственно, приближаю максимально, чтобы рисовать половинку. Так, в изделии, которое я придумала, будет много элементов. Поэтому сейчас последовательно я эти элементы все изображу. Корсетный пояс. Под корсетный, вот здесь вот под грудь небольшую выемку дам. Хотя он не точно прям под грудью, но мне хочется, чтобы было. В случае с корсетами такой интересный момент. Когда мы с вами рисуем, то у нас иногда пояс может быть уже, чем фигура. Это связано с тем, что некоторые корсетные изделия имеют утягивающий эффект. И вот если мы планируем, что это изделие должно утянуть, то мы имеем право от нашего шаблона уйти в минус. То есть сделать талию уже. И желательно, конечно, подписать то, что данное изделие обладает эффектом утяжки. И за счет этого будет уменьшаться объем талии. Ну, к примеру, да. И это может быть в корсетных изделиях вполне допустимое. И может быть даже основной функцией данного изделия. Но это надо обязательно подписать и обозначить. Иначе будет непонятно, что вы имеете в виду. Так, я подрисовала бачок. Сейчас разрежу. Окно. Обработка контура. Разрезать. Так. Что у меня еще будет? У меня будет вот здесь идти линия. Вот так. Так. Здесь тоже будет косточка. Можно ее проще нарисовать сейчас. Берем бачок. С копией сдвигаем его в сторону. Чуть-чуть повыше его ставим. И все вот это удовольствие разбираем. Опа. Получилось то, что нужно. Единственное, что у меня некрасиво, это разные ширины. Должны быть одинаковые. Так. По верху, если требуется отстрочка, по низу, если требуется отстрочка. Здесь тоже, если требуются, боковые отстрочки. Но по моей задумке они не нужны. Теперь будем с вами рисовать, как я их называю, бублик. Нам нужны дырочки, люверсы. Рисую кружочек. Поскольку будет достаточно мелкий, можно дырочку поменьше сделать. Тоже все это разбираю. Что это дает? Вот смотрите, если у меня есть цвет заливки, то я центр оттаскиваю, и у меня получается вот это единый бублик, который мне и нужен. Соответственно, он будет у меня металлический. И толщину контура либо 0,25, либо 0,1, в зависимости от его размера. Получается, полностью вы можете их сделать. Раз. Два. Ctrl D. 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 Если мне нужно равномерное распределение, в Adobe Illustrator тоже это есть. Это будет у нас выравнивание. Вот она у нас попадает, и я могу перераспределить совершенно спокойно, так как мне комфортно. Теперь смотрите, делаем цвет заливки. И всю вот эту нашу конструкцию мы копируем при помощи зеркального отражения. Вот сюда ставлю точку. Заметьте, я специально не нарисовала, чтобы он шел четко от центра. Я хочу, чтобы у меня была вот эта прозрачная зона. И здесь сейчас будем делать сверху шнур. Шнуры вы можете использовать, например, какие-то вот отсюда, да, которые есть вот дним какой-то, тут шнурочек, еще что-то. Можно просто использовать кисть, как вам удобнее. Можно нарисовать объектами. Ну, к примеру, если я рисую кистью. Вот я ее нарисовала. Могу сделать более толстенькую, с круглыми краешками. Вот такая у меня штучка получается. Просто дело в чем. Вы можете рисовать шнур. Вы можете рисовать кисемку, на которой есть отстрочку. В зависимости от того, чем вы планируете завязывать и как вы это хотите показать, вы можете использовать соответственную технику. Шнуруем в одну сторону, шнуруем в другую сторону. Вот можно применить какую-то кисть, которая будет имитировать шнурок. Завязываем здесь. Завязка может быть видна, а может быть не видна, завязана и убрана внутрь. А либо вот здесь может быть сделан, например, узелок. И на этом узелке уже потом от него спускаются дополнительные веревочки, которыми была произведена утяжка. Вот это все зависит от того, какой эффект вы хотите получить. Ну вот смотрите, у меня достаточно оперативно, достаточно быстро все отрисовалось. Получился корсет. Во всех видео, которые я показываю, вы можете заметить, что я всегда показываю только вид спереди. Вид сзади я оставляю на откуп вам. Естественно, когда вы рисуете полноценные эскизы, вам нужно нарисовать вид спереди, вид сзади. Если необходимо, то вид сбоку. И перекрасили в черный цвет. Вот такой черный картет у нас получился. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.